В прямом эфире правовая программа Вести дежурная часть. В студии Татьяна Петрова. Здравствуйте. Известная актриса Светлана Пермякова оказалась в отделе полиции. Звезду КВН и российских сериалов задержали в родной Перми после того, как она отоварилась в магазине. Одна из купюр, которыми расплачивалась Пермякова, оказалась поддельной. В полиции информацию подтвердили. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города Перми гражданка пыталась расплатиться за покупки денежной купюрой. Вызывающий сомнения в подлинности. В связи с чем она была доставлена в дежурную часть отдела полиции индустриального района краевого центра. Там она была опрошена и отпущена. В настоящее время проводится проверка. На своей страничке в Твиттере Пермякова выдвинула собственную версию произошедшего. По словам актрисы, поддельная пятитысячная купюра оказалась в гонораре, который она получила за спектакль. Своим поклонникам звезда посоветовала быть внимательней с деньгами и в шутку добавила, что планирует прикупить детектор купюр. Вырубка под видом благоустройства. В нашу программу обратились жители подмосковного поселка Елина. Уже почти год они ведут борьбу с застройщиками, которые уничтожают лесные угодья, ссылаясь при этом на некие официальные разрешения. Наш корреспондент Виталий Кармазин попытался разобраться в ситуации. Раньше они жили в сказке, а теперь живут на стройке. Небольшой поселок Елина Московской области уже два года окружен промышленной зоной. Местные жители вступили в неравную схватку с застройщиком, чтобы защитить вот эту 20-метровую полоску живого леса. Единственное, что отделяет дома людей от промзоны. По словам Ирины Волошиной, строители крупная английская фирма купили землю еще в 2013 году. Расчистили поляну и начали вырубать лес. Местные жители выступили против. В дело вмешались подмосковные власти. Губернатор поручил остановить вырубку и отойти от границ леса, что подтверждают документы. Однако, по словам Ирины, это так и не было сделано. Вот эта лента, которая по приказу губернатора была огорожена там, где они не должны прикасаться к деревьям. Ну вы видите, там вот эти ели лежат вместе с ленточками. Лес валили под предлогом санитарной чистки. Местный участковый выяснил, что оздоровительные работы понадобились, потому что кто-то по ночам обливал деревья солярой. Возбудили дело, потом закрыли. Мол, у компании на руках все документы. Однако, по словам местных жителей, лес здоров. Это показала и независимая экспертиза. Более того, здесь видели редких животных. Но самое главное даже не это. По мнению лесничьих, земля под деревьями принадлежит государству. Мясной фонд Российской Федерации является собственностью Российской Федерации. Мы защищаем государственный лес. Мы защищаем то, что мы называем национальным достоянием. Какого размера это не было. Мы исходим из того, что данный участок по лесоустройству, по последнему имеющемуся у нас лесоустройству, по таксационным документам лесным, он является государственным лесным зонам. Сами строители никаких комментариев не дают. Ссылаются на то, что они уже выиграли три суда. И разговаривать с журналистами им не о чем. Хотя любопытно было бы узнать, кто же продал им землю. Ведь этот участок когда-то принадлежал колхозу и имел сельхозназначение. В 2004 году его оформили в частную собственность, прихватив при этом территорию Гослесфонда. А затем в 2009 категорию земель поменяли на промышленную. Глава поселения Надежда Тючина, которая бы тоже смогла прояснить этот вопрос, при каждом нашем визите то и дело куда-то уезжала. Как позже выяснилось, каждый раз о нашем приезде местные чиновники докладывали заместителю главы администрации района Азеру Мамедову. Он словно рекламный агент рассказал нам о том, что инвестора запугали проверками. А ведь крупная фирма строит в Подмосковье дорогостоящий объект. Да и о местных жителях строители якобы не забудут. Вместо леса разобьют английский парк. Правда для этого лес все же вырубят. Да еще и его ширина резко сократится с существующих 20 метров до 12. Они расширили дорожное полотно именно поселок Елина. Они сделали ее трехполосной. Плюс к этому, по просьбе главы района, спор на территории между СНТ Елина и строящимся объектом, они сохраняют 12-метровую лесополосу. Именно английский парк там будет. Там будут голубые ели. Плюс к этому, английская компания вкладывает в наш район. Именно на строительство этого объекта. Около 2 миллиардов рублей и около 500 рабочих мест. Здесь будут составаться рабочие места. Мы не против этого. Разве люди могут быть против такой ситуации? Пожалуйста, работайте, стройтесь. Да только лес верните на родину. В Гослесфонд. Да какой тут лес, когда вкладываются деньги? Только вот на что они идут? В самом поселке жизнь, похоже, поддерживается только за счет этого строительного рынка до пары магазинов. Дома, покрашенное наследие 90-х. И вот как на их фоне выглядит отремонтированное здание администрации. Похожих историй с инвесторами в районе немало. Откройте! Деревня Погорелого. Некие инвесторы строят кемпинг. У частных земли с единственным колодцем отдали частной фирме. Местных жителей к нему не пускают. И плевать, что за водой 80-летние старики вынуждены ходить в соседнюю деревню. А это еще один крупный промышленный и, похоже, криминальный проект района. Незаконный карьер по добыче песка, он же нелегальная свалка. Местные власти его словно не замечали. Экскаватору удалось остановить, когда они вплотную подошли к скотомогильнику с сибирской язвой. Возбудили дело. Ущерб 200 миллионов рублей. По данным журналистов, в Солнечногорском районе работают около 30 таких незаконных карьеров и свалок. Деревня Колтышева. Восемь бараков без горячей воды и туалетов стоят на покосившихся кирпичах. Жилье не признано ни ветхим, ни аварийным. Для этого нужна экспертиза, которая стоит денег. После чего чиновников еще и обяжут выделить жилье. Дешевле рассуждать о косметическом ремонте. Наступаешь, оно все гуляет. Вот шаг. Зато вот как выглядит администрация города Солнечногорска. Двухэтажное здание, стоянка которого заставлена элитными иномарками с так называемыми красивыми номерами. Рядом с ним здание побогаче. Трехэтажный административный комплекс, отделанный с иголочки. Здесь сидит глава района со своими замами. На служебной парковке на заднем дворе словно выставочный автоцентр. Ленд-крузеры с номерами МММ или РРР. Мерседесы с регистрационными знаками ККК. Или вот три девятки. Люди, живущие по соседству, эмоции не скрывают. Хватит сидеть на стульях. Пахать надо. Оно тут всегда подметают, моют пять раз на день. И все остальное делают. Тут прекрасно. И не надо далеко ходить. Вот этот круг, и еще центр. И все. Остальное все в захолосте. Елина, которую так назвали как раз из-за вековых елей, по словам местных жителей, уже можно переименовывать в Рытвина. Сейчас люди просят лишь об одном, чтобы чиновники и строители сдержали слово и сохранили лес. Виталий Кармазин, Александр Пешков, Вести, дежурная часть. Близка к развязке судебная история, которую в некоторых СМИ окрестили Бонни и Клайд по-московски. Речь о нашумевшем ограблении банка на 300 миллионов рублей. Один из грабителей, Александр Соловых, на скамье подсудимых, а его напарница погибла при очень странных обстоятельствах. Репортаж Ивана Кононова. На судебном заседании Александр Соловых прячет свое лицо от телекамер. Он так и не привык к вниманию прессы почти что за два года следствия. Летом 2013 года Александр приехал в Москву из Тулы и за считанные дни стал миллионером. Правда, для этого ему пришлось найти сообщников и ограбить банк на Ломонаусовском проспекте. Преступление попало в объективы камер наблюдения. Они запечатлели, как в конце рабочего дня сотрудница финансового учреждения встречает опоздавшего клиента. Сначала она показывает ему, что банк уже закрыт. Однако через несколько секунд мужчина с накладной бородой уводит ее обратно, угрожая пистолетом. Оба направляются в хранилище и уже через две минуты выходят с деньгами, которые складывают в большой пакет. Позже установили ущерб 40 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 78 тысяч евро. Поведение кассирши сразу же вызвало подозрения у оперативников. К тому же сразу после происшествия девушка пропала. Ее знакомого Александра Соловых, сыщики Мура, задержали спустя два месяца в Тамбове. В Москву подозреваемого доставили на поезде под конвоем. Смотрим. Прямо с железнодорожной платформы Александра Соловых отправили на допрос. Он признался следователям, что на ограбление пошел из-за нехватки денег. Приехав из Тамбова в столицу, постоянную работу он якобы так и не нашел. А тут знакомый предложил источник быстрого дохода. Игрошечный пистолет был. Вы угрожали, да? Просто наставил. И какая сумма? Ну сумму я не знал, какая там будет. Предполагаемый сообщник Соловых сменил не только город, но и страну. Его задержали в Белоруссии. Как считают следователи, он может быть причастен не только к ограблению банка, но и к убийству той самой кассирши, которая помогла ему организовать преступление. Одна из подозреваемых в краже вышеуказанного банка найдена мертвой в Республике Белоруссии. По подозрению в убийстве кассира Чутилова нашли на дне водохранилища в Минской области Белоруссии. Задержан гражданин России, который, скорее всего, также причастен к совершению данной кражи. В руки российских правоохранительных органов подельник предполагаемого грабителя попадет только после того, как отбудет наказание за убийство в Белоруссии. Самому Александру Соловых грозит до 12 лет лишения свободы. Иван Кононов, Вести, дежурная часть. В Саратове стартовал седьмой конкурс журналистских работ «Мир права». Эта ежегодная премия вручается лучшим тележурналистам, работающим в правовой тематике. В этот раз на конкурс поступило более 200 сюжетов из России и Казахстана. Среди судей известны журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов. Например, в этом году председателем жюри стал руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Владимир Маркин. В помощи поставлены, кстати, профилактики правонарушения. И вот телевидение, как и какой-то другой механизм, очень мощная структура, которая работает на эту самую профилактику. В конкурсе 10 номинаций. Некоторые из них, по словам судей, сегодня имеют особое значение. Я считаю очень важным продолжение работ на тему борьбы с терроризмом и эстеризмом. Мы видим, что происходит в тех странах, где общество не знает о том, какие страшные последствия вызывают террористическая и националистическая деятельность, северская деятельность. Также в этом году на конкурсе особое внимание уделили юбилею Великой Победы. Вот в этом году мы отмечали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому логичным стало появление новой номинации в рамках конкурса «Лучший телевизионный материал», посвященный 70-летию Победы «Право на память». Добавлю, что организатором конкурса выступили ВГТРК, Саратовская государственная юридическая академия и ГТРК «Саратов». На этом наш выпуск завершен.